Товарищи, Великая Отечественная война была величайшим испытанием для советского народа. На нашу страну обрушилась вся сила Западной Европы, за малым исключением. Чисто арифметически, сила эта намного превосходила силу Советского Союза. К тому же, надо учесть, что враг занял территорию, на которой проживало 40% населения нашей страны. Нам противостояла армия, имевшая боевой опыт, проявлявшая в боях, как правило, высокую стойкость и боеспособность. А сопротивление советских людей на оккупированных территориях враг подавлял самым беспощадным образом. И многие историки Второй мировой войны не могут понять, как смог выстоять и победить Советский Союз. Нынешние руководители России тоже не могут дать вразумительного ответа. О сознании народом правого дела защиты Родины они говорят. О высоких боевых качествах русского солдата не забывают. Но если, как они это делают, забыть силу, которая руководила отпором врагу, то нельзя увидеть главный источник нашей победы. И стоит сравнить все то, что делалось для подготовки к войне в 20-е и 30-е годы, прошлый век, с нынешним положением. И тогда станет ясно, что сегодня наша страна к большой войне не готова. Не готова именно потому, что нет сегодня той организующей силы, какой была Коммунистическая партия Советского Союза. Ее роли в войне, в подготовке к войне и посвящена нынешняя беседа. В плане беседы четыре занятия. Первое. Подготовка населения страны к войне. Второе. Создание материальной базы войны. Третье. Внешняя политика СССР перед войной. И четвертое. Руководство вооруженной борьбой с врагом во время Великой Отечественной войны. Значит, сегодня первое занятие. Подготовка населения к войне. Наша страна вышла из гражданской войны разоренной и измученной. Казалось бы, все начальные позиции для подъема страны были безнадежно низкими. Однако, была в стране великая сила. Партия большевиков. Существовала твердая убежденность большевиков в конечном торжестве дела коммунизма. В убежденности этой состоялась сила народа, которая позволила преодолеть все трудности и победить. Всю практическую работу для этого организовал и возглавил вождь партии Владимир Ильич Ленин. Предыстория партии большевиков в русском революционном движении дорогу ленинцам прокладывали Радищев, Пестель, Релеев, Желябов, Перовская и другие русские революционеры, отдавшие жизнь за освобождение народа. Но титаном, сумевшим не только создать, но и поставить на ноги партию коммунистов в России, был Владимир Ильич Ленин. Нет вопроса осуществленного партией, которому Ленин не дал бы первоначальный толчок. Работу по подготовке к неизбежной будущей войне с мировым капиталом партия начала сразу же после взятия власти. Требовалось прежде всего преодолеть культурную отсталость. Три четверти населения было неграмотно. Многие народы России не имели письменности. В Средней Азии и Казахстане было неграмотно от 98 до 99,5% населения. На первый план в работе партии вышел ликбез, о котором не забывали в самое тяжелое время Гражданской войны. В предвоенный период неграмотность была преодолена во всей стране. Наряду с ликбезом шла нелегкая борьба с беспризорностью детей. Парторганизации создавали детские дома, подбирали воспитателей, избавляли детей от голодного существования по задворкам, спасали их от гибели. С окончанием ликбеза встала задача приобщить к культуре всех, кто был ее лишен. Создавались библиотеки, дома культуры, издавались большими тиражами по доступной цене книги. Там, где не было кинотеатров, работали кинопередвижки. И радиофикация помогала просвещению людей по всей стране. У людей со временем возникла потребность подниматься к высотам культуры. И партия содействовала этому стремлению. Создавались вузы, развивалась наука. Однако, постоянная угроза войны требовала прежде всего учиться военному делу. Эту задачу выполнил Осо Авиахим. В 1927 году в эту организацию слились оборонное общество страны. К концу 1929 года в стране уже работало 65 домов обороны, 17 тысяч военных уголков, 26 тысяч кружков военных знаний, 15 тысяч стрелковых кружков, 1080 тиров, 4 аэроклуба и многие другие пункты военных знаний. Велось массовое обучение хим-защите. На 1 января 1935 года Осо Авиахим насчитывал уже 13 миллионов членов. Страна получила сотни тысяч будущих бойцов, умеющих стрелять. Десятки тысяч летчиков. Миллионы были обучены хим-защите. Была организована сдача норм на значки по военно-прикладной подготовке. Молодежь гордилась полученными знаниями. Развернулась подготовка парашютистов. Сооружались парашютные вышки. Перед войной в стране была развернута широчайшая оборонная работа, давшая Красной Армии подготовленных резервистов. Но наряду с культурным развитием, наряду с заблаговременной подготовкой населения к войне, нужно было добиться социального сплочения народа. Для этого требовалось преодолеть расслоение на селе, где существовала сельская буржуазия, кулаки. Вопрос о борьбе с сельской буржуазией в марксистской науке разработан не был. Энгельс считал возможным избежать экспроприацию крупного крестьянства. И вся теоретическая работа по этому направлению легла на Ленина. Его позиция была твердой. Он говорил, мы стояли, стоим и будем стоять в прямой гражданской войне с кулаками. Это неизбежно. Однако, ликвидировать буржуазию в деревне было сложнее, чем в городе. Сельская буржуазия была многочисленнее городской. Она производила основную массу товарного хлеба. И ее приходилось терпеть. Для ликвидации кулаков нужно было прежде создать такое производство продуктов питания, которое могло бы заменить кулацкое производство. Ленин увидел решение проблемы в развитии кооперации. Постепенно, добровольно, исходя из выгоды для самих крестьян, следует при помощи социалистического государства их объединить сначала в сбытовые, а затем в производственные кооперативы. Видя, что это для него экономически выгодно, крестьянин, единоличник, преодолеет привычку вести хозяйство в одиночку. Убедившись в выгодности совместного с другими сбыта произведенного хлеба, он постепенно станет доверять и коллективности производства, что позволит ему объединить свой труд с трудом других крестьян в производственном кооперативе в колхозе. Затем, с достижением необходимых масштабов коллективизации, будет достигнута возможность заменить кулацкое производство кооперативным, после чего существование кулачества перестанет быть необходимым. Однако то, что для Ленина вопроса не составляло, для многих в партии очевидным не было. Наделись на врастание кулака в социализм. И понадобилось пережить такое сопротивление кулачества советской власти, чтобы эти иллюзии исчезли. Борьба с кулаком обострилась в 1927 году. Кулаки выступили против первых колхозов, видя в них угрозу для себя. В 1928 году было отмечено 1400 актов кулацкого террора против сельских колхозных активистов. Во время хлебозаготовок 1927-1928 годов кулаки отказались продавать излишки хлеба государству. Срыв заготовок вел к срыву снабжения хлебом рабочего класса и Красной Армии. Вел к голоду. Вел к срыву всего социалистического строительства. Были мобилизованы все порторганизации. Поднята деревенская беднота. Хлеб у кулаков изымался. Торговля им была запрещена. Принятыми мерами дефицит хлеба был устранен. Но наступление на показавшее свое враждебное лицо кулачество продолжалось. Было усилено налогообложение кулаков. Ограничено продажей им сельхозтехники. Кулаки лишались госкредита. Ограничивались в найме рабочей силы. Ответом кулаков было сокращение на четверть посевов весной 28-го года. Июльский 28-го года пленум ЦК партии решил. Единственным путем решения зерновой проблемы является развитие колхозного строительства. Опорными пунктами для создания колхозов явились машинно-тракторные станции МТС. К концу 29-го года в колхозах уже было 55% всех крестьянских хозяйств. Классовая борьба с кулачеством тем временем разгоралась. Ширился террор кулаков против сельских коммунистов. Поджоги колхозного добра происходили. За 1928 год было более 30 тысяч поджогов. Прокатились кулацкие мятежи с участием бывших белогвардейцев. Было убито много партийных и советских активистов. Лозунги кулаков. Не фунта хлеба советской власти. Все поезда с хлебом под откусь. 100 тысяч коммунистов, 50 тысяч рабочих было направлено на село для укрепления фронта борьбы с кулаком. Был установлен высокий тариф, пятикратный. За отказ продавать излишки. При неуплате штрафа имущество кулака конфисковывалось, а сам он с семьей выселялся. В результате было изъято 3,5 миллиона тонн хлеба и к 20 декабря план хлебозаготовок был выполнен. В ноябре 1929 года в деревню было направлено 25 тысяч рабочих, 70% из которых были коммунистами. И направлены они были для организации колхозов. В 1929 году производство колхозов и совхозов превысило кулакское производство. И наступило время перейти от ограничения к вытеснению и вытеснению к ликвидации кулачества как класса. 30 января 1930 года состоялось решение Политбюро. Кулаки были разделены на три категории. Первое. Организаторы антисоветских выступлений подлежали тюремной изоляции или высшей мере. Второе. Крупные кулаки выселялись в малонаселенные районы. Третье. Все остальные кулаки переселялись на земли за пределами колхозов. Всего за 1930 и 1931 годы было отправлено на спецпоселение 1 803 392 человека. Ссылка кулаков защитила колхозы и позволила, несмотря на все связанные с ней издержки, добиться в предвоенное время необходимого сплочения советского народа. Дальнейшему укреплению колхозов была подчинена вся партийная работа на селе. Росло число механизаторов. Только с 1934 по 1937 год было подготовлено 1 300 000 трактористов, 164 000 комбайнеров, 97 000 шоферов. Десятки тысяч агрономов и инженеров направлялись в деревню. Росло издание книг по агротехнике, по экономике сельского хозяйства. Улучшалась система оплаты труда в колхозах. Усилиями партии менялась психология крестьянства, его отношение к коллективному труду. Центрами развития колхоза были МТС, политотделы при МТС. К 1941 году 237 000 колхозов объединяли 96,9% крестьянских хозяйств. В результате коллективизации сельского хозяйства в годы войны наша армия в основном не имела недостатка в продуктах питания, а промышленность имела необходимое сельскохозяйственное сырье. Партия перед войной вела необходимую работу по подготовке всех советских людей. Забыт не был никто. Половину народа составляют женщины. Хоть и говорят, что война – дело мужское, но наших женщин война коснулась в полной мере. Мобилизация мужчин потребовала от женщин обеспечить тылу все нужды фронта. А женщины жили по обычаям своих народов. И если эмансипация русской женщины была завершена, если русская женщина была готова не только к любому труду, но была готова сесть за штурвал самолета, взять снайперскую винтовку, вынести из-под огня раненого, то таджичка или узбечка только что сняла паранджу и чачван. А для армии, для фронта, очень скоро понадобился труд той, которая еще недавно была закутана в паранджу, занималась только своим хозяйством и детьми. И эта женщина Востока тоже стала трудиться для фронта, для победы. Были и героини, как Лия Молдогулова, отважный боец, снайпер, дочь казахского и всего советского народа, отдавшая жизнь за родину. Большинство населения нашей страны до революции были во власти религиозного дурмана. Русская православная церковь в годы гражданской войны заняла враждебную советской власти позицию, чем оттолкнула от себя многих верующих. Затем были годы атеистической пропаганды, которая избавила от веры в Бога думающую часть народа. Новое поколение, выросшее при советской власти, уже, как правило, было свободно от религиозного сознания, поэтому перед войной большая часть населения страны была безрелигиозна. Руководство, как РПЦ, так и других конфессий, было перед войной к советской власти лояльно и занимало в целом патриотические позиции. Молодёжь страны перед войной имела свой передовой отряд. Комсомол. Комсомол был создан коммунистической партией 29 октября 1918 года для воспитания молодёжи в коммунистическом духе. Комсомол был помощником партии во всей её многогранной работе в предвоенный период, о чём была речь. Особо следует подчеркнуть проведение комсомолам оборонной работы совместно с Асавиахимом. Комсомольцы первыми сдавали установленные нормы и с гордостью носили оборонные значки. С 1922 года комсомол шествовал над ВВС, над ВМФ, над военно-морским флотом, а с 1931 года над ВВС, посылая на флот и в авиацию своих лучших людей. К началу войны ВЛКСМ был могучей массовой организацией советской молодёжи. Воспитывая её в духе преданности делу партии, делу коммунизма, комсомол объединил лучшую часть того поколения, которое выросло при советской власти и встало грудью на защиту Родины в 1941 году. Вопросом, мимо которого нельзя пройти, является борьба, проведённая перед войной с врагами советской власти. Эта борьба была необходима. В страну проникало немало шпионов и диверсантов. Существовало также троцкистское подполье. Борьба с врагами внутри страны обеспечивало прочный тыл во время войны. И отсутствие в стране во время войны пятой колонны подтверждает результативность борьбы с врагами перед войной. И сказанного видно, какая огромная работа была проделана коммунистической партией в предвоенный период для подготовки народа к смертельной схватке с врагом. ВКПБ, так тогда называлась партия, сумела подготовить советских людей ко всем испытаниям, выпавшим на их долю, сумела подготовить народ к отпору врагу. Было достигнуто идейное сплочение советского народа. Цель партии построения коммунизма стала целью всего народа. Была достигнута социальная однородность, единство многонационального народа, который в годы войны проявил себя нерушимо сплоченным, как может быть сплочен только действительно единый народ. Редактор субтитров